Министерство здравоохранения Абхазии продолжает усиливать онкологическую службу страны. 11 июля министр здравоохранения Эдуард Будба посетил национально-онкологический центр. Визит начался с вручения ключей от минивена, купленного для учреждения за счет финансовых средств из резервного фонда президента Республики Абхазия. Автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей полностью удовлетворит логистические нужды центра. У нас в нашей больнице не было автотранспорта длительное время. И вот большая благодарность президенту Республики, выделенные средства, приобретенные автотранспорты, то есть, на плечи, там, работу по хозяйственной части. Вообще не было автотранспорта, мы справлялись своими силами. Это пригодность народа, пригодность лекарств, это справлялись мы своим автотранспортом. Ежегодный рост онкобольных, как во всем мире, так и в Абхазии, вносит свои требования к материально-техническому обеспечению главного онкологического центра. Своё развитие в последние годы получила эндоскопическая хирургия. Это новый вид оперативной техники, предполагающий использование специального деликатного оборудования, которое и было закуплено Минздравом в целях усиления онкологической службы страны. Стойка, установка, первый карл-шторк, ведущего производителя данного оборудования МИИ. Вот нам так вот повезло, стойка новейшая. Ну, с учётом того, что только она к нам ехала, она к производству 23-го года, но все комплектующие, последние модификации, прекрасное изображение выдаёт. Это надо, конечно, видеть внутри, в полости, когда мы работаем. Детальное изображение. Возможности очень широкие. Не только в хирургии, в таракальной хирургии, гинекологии, в урологии, в всех областях. И, в том числе, в апараскопической операции, они все давно зарекомендовали в онкологии. Так что для нас это огромное подспорье. Современные способы лечения рака требуют инновационного подхода в процедуре анестезии пациентам. На смену тяжёлой и болезненной при выходе внутривенной анестезии пришла ингаляционная, обеспечивающая более плавное погружение больных в глубокий сон. Современный аппарат наркозно-дыхательный, позволяющий проводить ингаляционную анестезию препаратом Северан. Опять-таки, впервые в Абхазе выполнена анестезия Севераном. Плюс Северана в том, что позволяет контролировать глубину наркоза. И пациенты просыпаются за короткие промежутки времени. После окончания операции чувствуют себя намного лучше, чем тотальная внутривенная анестезия. Помимо того, что мы впервые выполнили операцию с помощью Северана, также существует возможность мониторирования состояния пациентов немаловажным фактором при выполнении вопросов каких-то операций. То есть мы контролируем СО2. В Национальном онкоцентре сегодня развивают бескровную хирургию. Направление в хирургии, способствующее наиболее полному сохранению собственной крови больного в ходе оперативного вмешательства. СО2 это фактически бескровная хирургия. Мы его активно уже применяем. Помимо всего этого, все, что вы видите, это была пустая операционная. Все, что вы видите здесь, это все сейчас установлено. Это многоконциональный операционный стол, который позволяет любые положения, чтобы принимал больно во время операции. Помимо того, это та же бесстеневая светодиодная лампа, которая тоже была приобретена. То есть мы полностью готовы предоставить доказания высокой технологической медицинской помощи. Все предпринятые меры нацелены на качественное улучшение уровня оказываемых в онкоцентре услуг, отметил глава Минздрава Эдуард Будба. Оказывать содействие медучреждению министерства будет и далее. Сегодня мы все видим, как оснащена передовая операционная в Англогическом национальном центре, какие виды оперативных мешательств проведены здесь, руководство уже сказало. Мы будем усиливать, и как мы говорили, всю хирургическую службу в стране. И сегодня благодаря такому оборудованию и таким специалистам, которые сегодня работают на данном оборудовании, медицина, хирургическая составляющая выйдет на совершенно другой уровень. Наши граждане смогут получать здесь, на месте, в республике, ту помощь, которую раньше не могли получить из-за того, что не было такого передового оборудования. На сегодняшний день это крайне важно, что здесь, сегодня, в республике, благодаря помощи нашего руководства, колоссальные вложения. Вы видите, о каких суммах вообще идет речь. Когда очень сложно было достать и довести данный вид оборудования с заграницы, учитывая санкции, учитывая, что именно с завода-изготовителя, именно прямой контракт был сделан и привезено все это оборудование в республику Абхазия. Также для нового оборудования были закуплены современные аппараты стабилизации напряжения и бесперебойники. Всего на оснащение онкологического центра было направлено более 27 миллионов рублей из республиканского бюджета. Глава Минздрава Эдуард Будба подчеркнул, что требования к медучреждению растут, увеличивается число онкобольных в стране. Минздрав в этой связи будет реагировать оперативно и своевременно оказывать содействие специалистам онкоцентра.